А у тебя скобкой уже вниз пошли. Ну это вы знаете, вот гляди, это уже вечно. Я не хочу никого знать, я сама все знаю. Ну-ка ты посмотри на меня, тоже уже скобкой. А Гнюш-то молодец, еще держится. Вот, Тарас у нас тоже молодец. Ну короче, знаете, да? Так, у тебя что будет уже? Тоже гляди, наполовину, то ли улыбается, то ли нет. Ну-ка Верочка, чего ты у нас всталый кофейник? Ясно. Дядь Володя вот у нас можно среди улыбчиков отнести. Хотя очень серьезный брат. Сейчас он у нас будет снимать здесь, чтобы все все знали. Ну а давайте дальше продолжим. Кто хотел бы быть таким улыбчивым, всегда встречать всех с радостью. Кто гостеприимной хозяйкой хотел бы остаться на веки? Ну, вот, молодцы. Молодцы. Да, последняя. О-о-о, да. А ты хотела бы быть гостеприимной хозяйкой? Да. Ну, не знаю, у кого тебе учиться. У кого-то надо учиться. У кого? Сейчас все скажут, у мамы учись. Не надо у мамы учиться, не надо тебе. Маму надо сюда посадить вместе с нами, чтобы она училась быть гостеприимной хозяйкой. Что нужно для того, чтобы быть гостеприимным? Что? Нужна вера в Иисуса Христа. Иначе мы никак не можем быть гостеприимными. Кто самый гостеприимный? Кто распростер руки вот так вот? И всех обнимает весь мир. Кто? Ну? Господь. Правильно. Господь. Вот крест. Вот крест. Вот его ведут на крест. У нас тут нет. Ну, каждый знает. Вот глядите, сейчас я вам скажу. Вот это вот изображение Иисуса Христа распятого. Видите, он агнец держит. Кто такой агнец? Это каждый, кто пришел к нему. Кто призовет имя Господне, тот спасется. Вы должны призвать имя Господне. Для этого Господь все сделал для вас. И тогда вы увидите, что ваши губы не сюда будут идти. Не надо, чтобы они были такими. Вот когда делают кукольные герои, то заметьте. Вот кто видел про Чебурашку в мультфильм? Видел кто там? Как один Гена? Я играю на гармошке. И там есть старуха Шапокляк. Я когда захожу в нашу православную церковь, но не к нам. У нас такие есть тоже сестры. Одни старухи Шапокляк. Видали, как она сделана у нее челюсть? Такая недовольная. И вот так это двигается. Это же кукольные мультики. И она все время кому-то злобу сделает. Вот такая вот. Откуда это взяли? Это же все с жизни взяли кукловоды. Они просто смотрят на этот мир. А чтобы для детей снимать, нужно душу иметь как ребенка. Чтобы дети смотрели на это и учились. И никто не хочет быть старухой Шапокляк. Когда у нас в детстве обзывали, ты как старуха Шапокляк. О, там какие были обиды страшные. А Чебурашку почему-то любили. Хотя у нее уши такие. Если ты скажешь, ты Чебурашка, никто не обидится. Почему? Потому что Чебурашка сделан добрым. У него все время улыбка. Он все время встречается с радостью. И даже крокодила смогли добрым сделать. А человека добрым сделать невозможно. Если вы сами не постараетесь. Господь все сделал для того, чтобы на сердце вам положить эту доброту. И вот слова его все говорят только об этом. Он же сказал, я не пришел убивать. Я не пришел судить. Суд это уже убийство. Убийство человека. Все. Суд. Почему? Ну какая разница. Тебя в тюрьму загнали на пожизненное. Как у американцев. У них есть так. Пожизненное плюс 120 лет еще. Только спросишь. А зачем? А вот так вот. Потому что они вечность еще верят. На всякий случай. А вдруг какое-то лекарство придумают. А вдруг какое-то чудо Бог сотворит над этим человеком. Ничего. Посидишь. Потому что ты преступник. Вот так Господь сделал. Как бы человек ни крутился. Как уж под вилами, говоря. В этой жизни. А что ты сделал в этой жизни. Кто тебя ждет и там по смерти. И поэтому мы здесь все собрались с вами. Не для того, чтобы в хихоньки играть. Мы должны быть гостеприимными. Улыбчивыми. Но написано. Праведнику свойственно кротко улыбнуться. Но улыбаться надо всегда. И поэтому я вспомнил о сестре Марии. Которая сейчас отошла в вечность. И я думаю, что Господь уготовит ей те блага вечные. Которые она заслужила. Потому что она всегда принимала. Она всегда подойдет. Погладит. Меня долго нету в тайге. Я приеду. Она всегда это отметит. Я мимо прохожу. Не вижу там я в темноте. Она меня схватит. Она плохо видела тоже. Мне так и с глазами было. Так один глаз ниже, другой выше. Некрасивая совершенно она. Можно было бы сказать, что покляк. Если бы только не улыбалась. У нее даже рот не приспособлен для улыбки. Но она всегда улыбалась. Всегда. И всегда старалась внимание проявить. И когда ее переводили. Она там переспрашивала. Ну, наблюдала. Сама читать не могла. Поэтому ей еще немые для нее переводили. Понимаете, как сложно. Как мы будем отвечать, когда у нас и воскресные школы есть. И мы уж не знаю, как стараемся донести до вас. И вот сейчас могу так сказать. Вот. Молодежь сидят. Вот сидят. Сейчас закончится только служба у батюшки. И ни одного не будет. Тут никто не останется. Все уйдут. Вы знаете, как получается? Как патроны в обойме. Кто понимает? Патроны. Вот лежат патроны. Вот раз отстрелили гильзы. Чего улетела? Пуля куда-то улетела? Нету. Следующая пшу улетела? Нету. Вот так вот дети у нас. Я никогда об этом не думал. Я же когда пришел в общину, вообще тебя не было. Ты только еще в животике была у мамы. Я тебя видел, как ты там была. Ну так, хорошая мама была. Тяжело было. Папа фрукты покупал в магазине. Я как раз приехал. Это был январь 96-го года. Над тобой мы постарались, потрудились с родителями. Если бы не я, еще не знаю, что было с тетей Мариной. Ну и вы тут тоже все. Это еще вообще нежданчик малышня Аполлинария. Мама. Две сестренки были до нее, уже ушли из общины. И только тогда она родилась. Я думаю, это может быть, ну как чудо какое-то. Может быть она останется в общине. И вот вылетают эти только гильзы. Раз, раз. И никого нет. Никто не остается. И раз, наконец-то зацепилась. Это вот было 3-4 года назад. Вот Маша Барабаша осталась. Маша. Маша Барабаша. Вот единственная, кто ходит на занятия бывает. А так никого нету. Остальные все только пока насильственным путем здесь. Около Слово Божие сидят. Она вообще ходит куда? Но она еще куда-то, конечно, ходит. Она работает, я думаю. Работает же, она учится. Она же врач, медик. Кто останется в Церкви Божьей? А в Церкви Божьей остаться, это же трудиться над этим. Не просто теперь прийти. И закончится уже. Вот я сейчас, Веня сидит. Я подошел, спрашиваю. Это вот брат. Твой. Я спрашиваю. Веня, ты уже взрослый? И мне тебе сколько? Он 15. Я говорю. А ты в детскую школу хочешь пойти в воскресенье? Он говорит. Да нет, не хочу. Я говорю. Я говорю, а зря. Ну вот это. И же батюшка забрал. И это. Терентия тоже. Ирему. Ой, Ирему, то есть Терентия. А Терентия нету. Он сразу убегает. Ну, он так, поморячий чуть-чуть. Высокий. Уже стал здоровенный. А сердце ко Христу не лежит. Чтобы сердце ко Христу лежало, это не просто тут церкви нужно стоять. Для того мало. Ну, постоишь тут церкви еще немного, а потом-то все равно не будет. Вот Максим у нас стоял в Глушков. Ну, постоял, нету. Ну, многие кто тут стоял. Стоять в церкви, это у нас тут не старобрячество. Мы не будем говорить, что нелестно у нас на посещайте храм. Нелестно. Это понятно храм. Господь говорит через апостола Павла в молитвах и в молениях. Мы должны преклоняться пред Господом. Моления идут у нас. Вот общие моления. А молитвы. Как ты будешь молиться один? Если ты не участвуешь ни в каких делах, тебе ничего недорого. Ты сам себе недорог. А написано как? Нужно сначала возлюбить себя, а потом ближнего полюбишь. А кто-то скажет, а я Бога люблю так. Нет. Если ты ближнего брата своего не любишь, так полюбишь Бога. А чтобы брата полюбить, ты должен жертву общения дать. И тогда кровь Иисуса Христа очистит нас от всякого греха. 1 Иоанна, 1 глава 7 стих. Только жертва общения. Жертва. Тебе не хочется общаться? А ты жертву принеси. Тебе не хочется поститься? А ты жертву принеси пред Богом. Вот сейчас пост начнется скоро. Вот тут посмотрим, кто. Как запоют. Тем более в школе. Так, вы в школе. Кто у нас не любит поститься? Кто в школе ест стороной? Никто? Не едите стороной. А куда вы деваете котлеты эти, сосиски, сардельки? Отдаем. Отдаете кому? Собаке? Нет. Поварам обратно. Поварам обратно? Да, лучше своим по школьным фактам отдавать, нежели поварам. Они и так зажутся. Смотрите, не ешьте ничего. Потрудитесь для Господа. Господь для вас потрудится. Он и так стоит и стучится в сердце ваше. Чтобы до конца уже можно было принять его. Вера, вера. В отношении все сожигаемые. Поварам обратно. Поварам обратно. Поварам обратно. Поварам обратно. Поварам обратно. Поварам обратно. Все-таки мы должны подчесть и Слову Божьего. Давайте сейчас прочитаем. Итак, последний год жизни Моисея. Очень интересно. В первый месяц 40-го года после исхода из Египта израильтяне пришли в пустыню Сим и остановились в Кадесе. В это время умерла Мариам и похоронена здесь. Моисей приготовлялся теперь вести народ в землю обетованную. Это было уже новое, бодрое поколение. Но как ни закалилось оно в испытаниях, взросшее в пустыне под руководством Моисея, однако, не вполне еще искоренилось в душе его наследственные дурные наклонности. И снова малодушно возроптал и восстал народ на Моисея, когда оказался недостаток воды на пути. Мы видим, уже Господь вывел через Моисея весь народ. Весь народ это несколько миллионов человек. Только 603 тысячи было тех, которые могли носить оружие евреев. Мы не просто должны под словом евреи, ну, какую-то нацию там с носами, там, какие-нибудь волосы черные там закрученные, представлять себе волосатые какие-то, оброшенные. Под словом евреи вы должны разуметь людей, которых Бог спас. Понимаете? Бог спас. С неба сошел Бог, будем говорить, в виде Моисея. Он сказал, ты для Аарона будешь, как я для тебя. То есть, как бы Моисей Бог, а Аарон как бы Моисей. И он будет говорить все, что ты скажешь, а я буду передавать тебе. Вот до какой степени было. И он вывел вот именно только этот народ, больше никого не выводил из рабства. А что такое было рабство? Рабство это насильное удерживание человека около какой-то власти. Власть это сила. Вооруженный отряд. Не будете мне подчиняться. А что подчиняться? Что делать-то? О, я вам найду, что делать. Чтобы вот мои дети, там, внучки, там, все там, племеши хорошо жили. Строите для них город. Не просто там какую-то деревню или два дома. Целый город городами строили евреи для египтяна. И египтяне, конечно, жили хорошо, припеваючи. Они были на таких работах непыльных. А евреи все за них делали. Вот что такое рабство. Слуги. А себе что они получали? Да ничего они получали. Жизнь тебе. А больше ничего. И даже более того, фараон так решил. Слишком, говорит, у них крепкие мужики растут. Ну и евреи хорошие, крепкие вырастали. Почему? Потому что они совесть имели и соблюдали те постановления, которые от Авраама пришли. И он тогда, говорит, это мальчиков надо убивать. Как родятся? Мальчиков убиваем. Девочек нет. А? Каково? И вот тогда-то народ понял, куда он попал. В какую зависимость. И вот теперь Господь их спасает. И когда он от всего этого спас, что должно было произойти в сердцах людей? Благодарность должна была произойти от этого? А благодарности нету. Как только какая-нибудь трудность небольшая для тела. Не допили, не доели. Тяжело идти ножком. И начинается ропот. Вот я могу так сказать. Все от того, что нету наполняемости храмов у нас от подрастающего поколения, это потому что идет у вас ропот. Вы не благодарны Богу. Ни родителям не благодарны, что они пришли к вере, что Господь их привел, а они остались в вере. Вы должны не только Бога благодарить, еще родители благодарить. Представьте, вы рядом. Вот братья, сестры, брат, сестры, брат, сестра. То есть рядом сестры. И вы все сейчас в вере находитесь. Над всеми, над вами, над вашими душами идет работа. А ясно, что вы все не можете быть в вере. Но не можете просто. А почему? Ну вот мы читаем. Народ уже спасенный прям. Прям на их глазах все чудо случается. И просто попить захотелось, и все, и нету веры. Вы понимаете, сколько труда надо приложить, чтобы веру сохранить. И не просто ее сохранить. Апостол Петр говорит, мы должны возрастать от веры в веру. Это не переходить в баптисты или в адвентисты. Вера у нас истинная, православная. Она последняя, больше нет у других. И не было. И ее Христос дал. А как понять от веры веру? Значит, есть вера малая, а есть большая. Где мы это видим? Когда сеятель сеет семя, притча, Господь рассказывает. Семя Слова Божия. И после этого, когда оно падает и попадает на добрую землю, добрая земля не дает какой-то один колос, она дает три написано. Тридцать, шестьдесят и сто. Что это значит? Тридцать, шестьдесят и сто. Это значит, один потрудится так, что очень многие уверуют. Другой потрудится так, что... Не очень многие. А Тридцать потрудится только-только, может, в своей семье расскажет о Христе. Ну вот оно, какая беда. Вам нужно возрастать от веры в веру. Видишь ли, это говорит внутренность моя. Слова нужны и услышаны были. Поэтому запоминайте, трудитесь сами. Чтобы, когда вас спросят, а чем заканчивается Библия или какие книги царств, вы должны все это перечислять и даже знать, о чем там написано. Когда будете вот сами трудиться над этим, когда будете кормить свою душу этой пищей божественной, Словом Божьим, тогда мы уже не будем задавать вопросы, кто будет веровать, сколько будет верующих. Все будете стоять и молиться Господу и трудиться. Вот как Маша-Барабаш. А потом еще, глядишь, дальше пойдете на благоествие. Нас кто-то предупредит. Все. Молимся. Господи славу. Господу славу. Более веков. Аминь. Но, простите, что, коротко. Дай Бог, чтобы все это было на пользу нас, спасибо душу. Пойте, молитесь, творите, страсти, страсти за нас, грешник. Господи помилуй. Боже, ради всем всяком, ради страны, веры живущих, Господу помолимся. Господи помилуй. Боже, ради российской, правителей и православных людей в Отечестве России, несущих о спасении. Господу помолимся. Господи помилуй. Счастливающих, недугающих, стразующих, пренебных о спасении. Господу помолимся. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Избавитесь нам от всяких скорбей, гнева и нуждей. Господу помолимся. Господи помилуй. Присудиву Марию со всеми, святыми помянувшими сами себе, друг друга, весь живот наш, Христу Богу предади. Имя, Господи. Господи помилуй. Господи помилуй. Я боюсь тебе всякое славя, честное поклонение.